друзья рада приветствовать вас на своем канале меня зовут наталья и сегодня будет мастер-класс по детской кофточки либо джемпер топ кто как может назвать вот такая вот кофточка я уже показывала в обзорах начало ее вязание надо вязала отсняла мастер-класс две части будут в первой части мы с вами свяжем полностью вот до сюда то есть мы вывяжем регланные линии вывяжем росток так да во второй части мы уже до вяжем непосредственно корпус изделия кофточки обработаем рукава и низ низ и рукава я обработала и кордом полом шнуром при вязании я использовала вот такой симпатичный узор по центру и вязала в него бусины бусины я не пришивала а именно вот ввязывала тоже в мастер-классе покажу как я это делаю я предпочитаю маленьким деткам все-таки бусины не пришивать обвязывать ну поскольку они маленькие знаю по моим малышам они могут запросто оторвать если это что пришита допустим ненадежно и потащить в ротик поэтому я предпочитаю все-таки их ввязывать так что еще по спинке здесь я сделала пуговичку чтобы легче было головки тут проходить малышу единственное есть пока пришила бусинку тоже ну мне кажется она будет расстегиваться у меня пока подходящий пуговиц нет как приобрету я все-таки перешью тут сделаю пуговичку обычную так значит давайте по пряже скажу при вязании использовала пряжу детский хлопок от пихорки номер 411 номер цвета мята в 100 граммах 330 метров и стопроцентный мерсеризованный хлопок что хочу сказать по этой пряже при вязании девочки сразу скажу вот для начинающих что я для себя отметила вяжется не очень так скажем легко то есть мне приходилось постоянно контролировать натяжение нити поскольку скользила пряжа в руках и сильно расслаивается скрутки почти нет и вот она при вязании сильно расслаивается поэтому но для начинающих вязальщиц не совсем удобно будет ей вязать но опять же можно попробовать дальше тактильно я еще раз напомню она мне была не очень приятная мне казалось что она жестковато даже я думала на каком-то этапе что я распущу все-таки не буду вязать но я уже говорила в одном из обзоров своих посмотрела видео именно по этой пряжи по этому цвету конкретно и там вот женщина объясняла что после именно стирки после вто она меняет свои свойства становится мягче приятнее действительно вот сейчас она у меня постиранная единственная ее еще не отутюжила не погладила уже разница довольно ощутимая намного приятнее намного мягче стала ниточка для ребеночка уже приемлемо уже вполне реально вот с нее вязать и носить то есть мои опасения были конечно напрасны так значит еще по расходу у меня вот на полностью на всю кофточку связано на на размер 2 на возраст вернее два с половиной три годика на дочу я вязала остался вот такой небольшой моточек от целого мотка то есть ушел не полный моток расход пряжи прекрасный так это что касается пряжи дальше вязала в одну нить и для вязания понадобятся спицы номер три номер три у меня это полностью вся кофточка связана и номер два с половиной вязала вот эти вот обрабатывала вернее края рукавчиков и низа айкордом спицами номер два с половиной спицы круговые связано сверху вниз регланом и вязала на круговых спицах способом magic луп тоже если кто не знает не умеет этим способом вязать у меня на канале есть подробный мастер-класс сейчас вам ссылочка у вас выскочит можете перейти посмотреть как я вижу способом magic луп так что еще хотела я сказать да и частенько спрашивают именно плотность вязания мою сейчас вам скажу конкретно вот по этой пряже у меня выброс образец я связала в 10 сантиметрах получилось 24 петли в одном сантиметре сантиметре 2 и 4 петли им плотность моя если будете вот сравнивать своей 2 и 4 петли в одном сантиметре так для вязания нам понадобится один моточек пряжи бусины если будете тоже ввязывать у меня их понадобилось 6 ну и сюда 7 но я все-таки здесь пуговичку потом сделаю то есть вот непосредственно для узорчика понадобится 6 бусин дальше спицы круговые номера два с половиной и три крючок сантиметровая лента так что еще наверное все в принципе в мастер-классе полностью подробно все показано и рассказано там если что-то сейчас я забыла сказать там принципе все это будет оговорено и видно и давайте сейчас вам скажу еще по размерам в конце мастер-класса когда я довязала я там называю размеры после того как она связана но не постиранная теперь я ее уже постирала высушила и окончательные размеры вам скажу в длину никак не изменилась также 37 сантиметров она и осталась ширину стала чуть-чуть пошире на пол сантиметра была 26 с половиной стала 27 после стирки то есть практически никак она не поменяла размеры все так же осталось вот ну вроде как все рассказала все сказала и давайте кому интересно кто будет со мной вязать приступим непосредственно уже к вязанию и теперь давайте я немножко объясню как я распределила петли что куда у меня пошло и так смотрите на спицы нам нужно набрать семьдесят три петли это петли вместе с двумя кромочными которые у нас будут идти сзади по спиночке где у нас будет пуговичка наверху то есть вместе вот с этими кромочными все вместе должно быть семьдесят три петли и теперь смотрите что означает эти единички это линии реглана 4 линии я пустил на них по одной петельки вот я от 73 отняла эти четыре петли и отняла 2 кромочные у меня осталось 67 петель теперь нужно 67 разделить на три как бы на три части можно так сказать но сюда входит у нас перед спинкой два рукава то есть получается примерно 22 и 3 и распределяем 22 петельки я пустила на спинку по логике должно быть по 11 петель на рукава но это немножко многовато мне кажется я оставлю здесь по 10 то есть здесь у нас остается по одной петле на каждом рукавчике я их добавлю к передней части 22 и еще одна петелька у нас как бы остается лишнее потому что у нас не на не на ровное число поделилась соответственно по передней части у нас будет 25 петель вот я всегда вот так вот примерно делю как бы не точно что допустим вот я разделила на три части у меня получилось по 11 петель на рукава нет я обычно смотрю маленьким деткам я делаю ну чуть меньше как правило чем у меня получается число потому что сильно широкий получается рукав соответственно вот эти лишние петельки я потом уже распределяю что на спинку что на перед у меня пойдет вот таким образом в общем я распределила петли и теперь можно приступать непосредственно к вязанию вот таким образом я распределила петли и теперь нам нужно набрать на спицы 72 петли на спицы напоминаю номер три я набрала на одну спицу чтобы край как бы край горловинки был не сильно растянутым потом после при вязании и начинаю вязать нам нужно будет провязать сначала два ряда ряд лицевой разворачиваемся ряд изнаночный то есть ряд лицевыми петлями ряд изнаночными кромочную петлю мы снимаем не провязывая и дальше все петельки до последней провязываем лицевыми петлями тут первый ряд будет немножко сложновато поскольку на одну спицу набирали вот просто лицевыми петлями я вижу до конца ряда до последней петли и последнюю петельку я провязываю это кромочная петля я провязываю лицевой за заднюю стенку кто-то провязывает изнаночной как вам привычно так и провязывайте все вяжем первый ряд до конца провязали первый ряд лицевыми петлями развернули вязание и вяжем теперь изнаночный ряд изнаночными кромочную снимаем и вяжем все петельки изнаночными и в конце ряда провязываем кромочную петлю вяжем так до конца ряда после того как мы провязали два ряда нам нужно распределить наше вязание то есть мы берем маркеры и по нашей схеме начинаем распределять петель и так нам нужно теперь ориентироваться по нашей схемке вот мы смотрим спинка у нас идет 24 петли соответственно мы делим пополам вот здесь у нас будет начало вязания вот так мы пойдем вязать вправо теперь нам нужно значит отсчитать половина 12 петелек вот я считала 12 петель от начала ряда и повешала первый маркер дальше у нас идет вот эта вот единичка это регланная линия вот она одна петля я ее с двух сторон выделила маркерами после регланной линии идет рукавчик 10 петель считаем 10 петель вешаем маркер снова регланная линия мы ее выделяем маркерами с двух сторон дальше у нас идет передняя часть 25 петелек отсчитали повешали маркер снова регланная линия выделили маркерами рукав 10 петель отсчитали повешали маркер и последняя регланная линия мы ее тоже выделили маркером и у нас должно остаться здесь 12 петель то есть вот они последние 12 петелек таким образом мы распределили вязание чтобы нам было удобнее легче вязать и я еще повешаю два маркера это по передней части вот где 25 петель здесь у нас будет идти узор и для удобства чтобы я всегда знала где он у меня начинается где заканчивается я его выделю маркерами узор раппорт узора 19 петель у нас здесь 25 соответственно 6 петелек лишних по 3 петли с каждой стороны я выделю маркером то есть вот я читала раз два три петельки чтобы по центру у нас получился этот узор мы вот эти вот три петли как бы выделим так и с этой стороны 3 петли вот смотрите по центру у нас идет узор и дальше вот здесь у нас все идет ровненько и можно уже теперь непосредственно приступать к вязанию еще для совсем маленьких деток где-то до года я не всегда вывязываю росток но поскольку мы вяжем уже на более старший возраст два с половиной три годика то нам нужно будет вывязать несколько рядочков ростка как мы его будем вывязывать давайте постараюсь объяснить а потом покажу то есть мы начнем вот отсюда вязание и пойдем вязать вот вправо сделаем так сначала вывяжем росток вот здесь с правой стороны потом мы дойдем до конца ряда и вывяжем росток с левой стороны и вернемся в начало вязания росток будем вывязывать захватывая по несколько петель с рукава дошли до как бы начали вязать прошли линию реглана захватили несколько петелек вернулись снова дошли вот до рукавчика еще несколько петелек вернулись и вот такими вот поворотными рядами мы сейчас вяжем росток но это я покажу сейчас все вам конечно же мастер-классе на примере так теперь нам нужно определиться по сколько петелек и сколько раз нам нужно будет как бы сходить до связать росток сколько рядов но я думаю рядов 6 наверное будет достаточно так 10 петелек и мы будем захватывать по 2 петельки то есть вот я распределила на рукавчики 2 2 2 петли захватили две петли и вернулись захватили две петли вернулись и еще раз две петли вернулись то есть 6 рядочков у нас тут получится и в в принципе можно приступать к вязанию итак начинаем провязывать вот эти вот 12 петелек до линии реглана лицевыми петлями мы вяжем с лицевой стороны кромочную сняли и дальше вяжем лицевыми петлями с лицевой стороны перед линией реглана и после линии вот я до нее дошла мы делаем накиды с лицевой стороны то есть с изнаночной стороны мы делать накидов не будем мы их просто провяжем делаем накид перекидываю маркер провязываю петельку линии реглана лицевой перекидываю маркер делаю накид и дальше у нас идет рукавчик мы захватываем то есть провязываем две петельки рукава переворачиваем вязание чтобы здесь у нас не получилось в дальнейшем дырочка мы делаем накид и вяжем в обратном направлении все петли изнаночными вот он наш накид который был после линии реглана мы его провязываем изнаночной за переднюю стенку так чтобы была здесь дырочка перебрасываем маркер провязываем линию реглана изнаночной перебрасываем маркер провязываем накид изнаночной за переднюю стенку и довязываем изнаночные петельки так это мы сейчас провяжем с вами два ряда ростка и кромочную тут я провязываю переворачиваем вязание и снова начинаем вязать лицевой ряд кромочную сняла вяжу лицевые петельки доходим до маркера так еще одна это у нас лицевой ряд мы делаем накид перебрасываем маркер провязываем линию регла на лицевой перебрасываем маркер делаем накид и теперь смотрите так сейчас вяжем 1 2 3 петли и вот он наш накид который мы делали когда развернулись мы его провяжем вместе лицевой со следующей петлей вот получается что мы захватили вот они первые две петельки и еще две петли мы захватили да так теперь разворачиваем вязание снова делаем накид и вяжем изнаночные петли накид провязываем изнаночной за переднюю стенку перебрасываем маркер провязываем изнаночной линию реглана перебрасываем маркер провязываем накид за переднюю стенку изнаночной и довязываем изнаночные петли таким образом мы провязали 4 ряда ростка и нам осталось еще один раз так сделать переворачиваем вязание снова снимаем кромочную провязываем лицевые петельки до маркера так вот я дошла до маркера делаю накид лицевой ряд у меня снимаю маркер провязываю лицевую линию реглана снимаю маркер делаю накид и вяжем 1 2 3 4 5 петель лицевых накид со следующей петлей провязываем вместе лицевой переворачиваем вязание делаем накид и вяжем в обратном направлении изнаночными накид провязываю изнаночной за переднюю стенку перебрасываю маркер линию реглана изнаночной перебрасываю маркер накид и изнаночной за переднюю стенку и довязываю изнаночные петли с правой стороны мы росток вывязали теперь нам нужно перейти на левую сторону переворачиваем вязание так немножечко тот будет все собрано но потом это все разгладиться и теперь нам нужно вязать просто лицевыми петлями весь ряд до конца ряда так не доходя сейчас скажу 3 петли останавливаемся вяжем лицевыми петлями до маркера и после мы делаем накиды лицевой ряд и останавливаемся не доходя 3 петли до конца ряда и давайте в этом ряду наверное мы уже начнем вязать узор поэтому мы теперь будем вязать как бы сейчас не до конца ряда довязываем а вот до этого маркера которым мы отметили узор чтобы у нас уже тут узор сразу пошел чтобы было красиво мы наверно с этого ряда введем все таки узор вот я начала вязать просто также лицевыми петлями делаю накиды на линии реглана все то же самое и продолжаю дальше вязать лицевыми петлями так здесь смотрите вот еще один момент кстати не сказала на рукаве провязываем 1 2 3 4 5 6 7 8 петель и вот он накид мы его тоже со следующей петли провязываем вместе чтобы нас не было дырочки вот важный момент обратите внимание и вижу дальше до следующего маркера снова делаю накид перебрасываю маркер линия реглана перебрасываю маркер накид и вот эти три петельки у нас до рисунка которые идут лицевыми перебрасываю маркер все теперь мы здесь вводим узор вот такой узор вы можете его себе перечертить либо сделать скриншот как вам удобно но и я считаю что лучше перечертить чтобы вам отмечать ряды которые вы провязали чтобы не запутаться вам мы с вами свяжем несколько рядов чтобы я вам показала как провязываются все обозначения вот все значки и там да и теперь давайте проговорю вам обозначение потом мы их провяжем вот это вот палочка вертикальная это лицевая петля что вот этот значок это один накид следующий крестик 1 петля платочной вязкой дальше вот такая галочка с троечкой 3 петли провязать вместе лицевой галочка с двоечкой 2 петли провязать вместе лицевой и и стрелочка вниз это протяжка то есть мы одну петлю снимаем следующую лицевой провязываем и через снятую протягиваем но сейчас на примере вам все покажу вот здесь на схемке у меня красным обозначена одна петелька эта петля где я буду вставлять бусину покажу как это делается тоже при вязании как нам ввязать бусину вот и можно приступать к вязанию и так смотрим на схемку на схеме видим у нас идут четыре лицевые петли провязываем 1 2 3 4 дальше идет галочка с двоечкой это две петли вместе лицевой провязываем две петли вместе лицевой за заднюю стенку дальше три крестика это три петли платочной вязкой так до платочной вязкой это значит мы с лицевой с изнаночной стороны эти петли будем провязывать лицевыми чтобы у нас получилось платочная вязка то есть вяжем 3 лицевые петли когда мы будем идти по изнаночной стороне мы их провяжем тоже лицевыми дальше у нас идет 1 накид 1 лицевая петля 1 накид 3 лицевые петли это 3 крестика платочная вязка тоже с изнаночной стороны они будут вязаться лицевыми дальше стрелочка вниз протяжка мы первую петлю снимаем не провязывая следующую провязываем и через снятую протягиваем и 4 лицевые петли 1 2 3 4 все мы провязали первый ряд узора себе отмечаем что мы его провязали дальше перекидываем маркер провязываем довязываем вот эти три петельки которые у нас по переду еще идут и линия реглана делаем накид перебрасывая маркер провязываем линию реглана лицевой перебрасывая маркера делаем накид дальше у нас идут петли рукава мы все эти петли вяжем пока просто лицевыми делаем накид перебрасывая маркер арине линия реглана перебрасывая маркер накид и вяжем лицевыми петлями не довязывая три петли вот три петли я не довязала здесь мы сделаем сейчас петельку под пуговицу вот эти две петли то есть одно отбросили и вот эти две петельки мы провязываем вместе так давайте сначала наверное вот здесь мы сделаем накид дальше провяжем эти две петли вместе лицевой за заднюю стенку и провяжем кромочную да так будет симпатичней теперь нам нужно с этой стороны тоже вывязать росток переворачиваем вязание снимаем кромочную здесь росток у нас получается по изнаночной стороне мы будем развороты делать сейчас покажу сняли кромочную и вяжем изнаночными петлями вот этот накид который у нас идет для петли под пуговицу мы его провязываем изнаночной за переднюю стенку чтобы дырочка у нас образовалась и дальше вяжем изнаночными петлями довязываем до маркера так накид провязываем изнаночной за переднюю стенку перебрасываем маркер снова изнаночная линия реглана перебрасываем маркер и накид изнаночной дальше мы здесь захватываем дальше идут петли рукава идут мы захватываем провязываем две петельки вот мы провязали две изнаночные петельки после накида переворачиваем вязание делаем накид и вяжем в обратном направлении лицевыми и здесь в лицевом ряду нам нужно сделать еще накиды до линии реглана и после так это у нас будет два ряда ростка довязали переворачиваем вязание снимаем кромочную вяжем изнаночными петлями накид провязываем изнаночной все то же самое делаем как и делали линию реглана изнаночной снова накид изнаночной здесь провязываем на рукаве после накида 1 2 3 петли и накид со следующей петлю провязываем вместе изнаночной так переворачиваем вязание делаем накид вяжем обратном направлении лицевыми перед линией реглана накид маркер переснимаем провязали 4 ряда ростка и начинаем вязать пятый ряд кромочную снимаем вяжем изнаночные петли довязываем до маркера так накид провязываем изнаночной изнаночные изнаночные так петли рукава вот после накида 1 2 3 4 5 изнаночных петель и вот этот накид со следующей петли изнаночной вместе и переворачиваем вязание снова здесь делаем накид и пошли вязать лицевыми петлями накид линия реглана накид и лицевые петли все мы вывязали с вами росток и теперь мы вернемся в начало ряда и будем вязать уже по кругу сейчас покажу так переворачиваем вязание снимаем кромочную вяжем изнаночными петлями сейчас этот ряд покажу там как рисунок провязать с изнаночной стороны узор вернее тяжеловато вязать это пряжей скользит в руках так тут мне бежала петелька здесь также доходим и на рукаве до накида провязываем со следующей петлю вместе изнаночной и продолжаем вязать дальше изнаночными петлями сейчас так вяжем и до узора так вот я довязала до узора теперь у нас второй ряд узора идет здесь у нас вы видели на схеме идут только нечетные ряды четные мы вяжем по рисунку но там где у нас крестики это платочная вязка мы будем вязать лицевыми значит мы провязываем 4 изнаночные петли еще одна изнаночная петля 3 лицевые 1 2 3 это вот это платочная вязка будет у нас идти расслаивается нитка тяжело так дальше накид у нас провязывается также изнаночной петлей за переднюю стенку чтобы дырочка была изнаночная петля накид изнаночный дальше снова у нас три петли платочной вязки лицевыми вяжем так дальше изнаночная и четыре еще изнаночных все мы узор провязали второй ряд можете себе пометить и дальше до конца ряда довязываем просто изнаночными петлями все петельки теперь со следующего ряда у нас пойдет круговое вязание то есть где у нас узор у нас получается не будет изнаночных рядов будут только лицевые с лицевой стороны мы будем вязать получается у нас будут идти нечетные и четные ряды в нечетных мы будем добавлять перед линией реглана и после также накиды в четных рядах мы будем провязывать их по рисунку лицевой так чтобы получилась дырочка то есть за переднюю стенку так что еще узор узор также у нас будет идти вот допустим третий ряд провязали четвертый ряд как нитка скручивается сейчас минутку четвертый ряд будет у нас идти четный мы будем его провязывать по рисунку то есть все петли будут идти лицевые а где платочная вязка будете вязать изнаночными так ну вот мы вывязали росток попробую показать немножко все тут скручивается конечно еще непонятно так ну вот примерно вот так могу пока показать видите вот он мы вывязали росток он у нас будет идти на спинке вот здесь и плавненько вот он уходит на рукавчики и тут у нас идет наш узор по передней части давайте следующий ряд вместе провяжем чтобы уже не было у вас там дальше вопросов так схемка все мы теперь вяжем это у нас идет получается третий ряд теперь отсчета будем вести по схеме если будем смотреть третий ряд нечетный в нечетных рядах мы делаем накиды до регланной линии и после и вывязываем по схеме узор накид сделала перебросила линия реглана перебросила накид вяжу петли рукава сейчас вместе с вами провяжем так накид перебросила линия реглана накид провяжем третий ряд узора и уже тут так третий ряд на в принципе тут все обозначения так ну принципе тут все обозначения мы с вами уже провязали какие используются в схеме единственное тут есть галочка с циферкой 3 это три петли вместе лицевой я думаю вы справитесь и вот в одиннадцатом ряду я остановлюсь покажу как вязать бусину так сейчас давайте провяжем узор 3 лицевые петли смотрим по схеме дальше 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку платочная вязка платочную вязку будем теперь вязать поскольку на связание будет идти по кругу через ряд в нечетных рядах мы будем провязывать лицевыми петлями вот эти петли 3 петли лицевыми 3 крестика а в четных рядах изнаночными их будем теперь вязать как бы теперь постоянно так у нас в схеме будет идти так провязала 3 лицевые петли дальше 1 лицевая накид лицевая накид лицевая снова 3 лицевые петли платочная вязка так смотрим дальше у нас стрелочка вниз протяжка петлю снимаем следующую провязываем через снятую протягиваем и 3 лицевые петли 1 2 3 перебрасываем маркер довязываем до линии реглана так делаем накид и тут все то же самое у нас нечетный ряд мы делаем прибавление на линиях реглана продолжаем и вяжем лицевыми петельками до конца ряда и сейчас покажу что будем делать дальше так еще одна линия реглана накид перебрасываю реглан перебрасываю накид и довязываю теперь все пойдет довольно просто будем вязать по кругу через ряд добавлять петельки на линии реглана и и вывязывать узор так вот связали три ряда узора отмечаем себе так сейчас не размотаю ниточку и будем вязать четвертый ряд четвертый ряд у нас идет нечетный ой вернее четные заняюсь и теперь дальше нам нужно соединить вязание в круг вязать я буду способом magic loop если вы допустим не знакомы с этой техникой я сейчас оставлю вам тут сверху подсказочку можете перейти по ней посмотреть как я вяжу способом magic loop вязание по кругу то есть смотрите что я сделаю так как вам чтоб понять не было нам нужно разделить вязание на две части но если я сделаю это вот по центру то это будет передняя перед нашего вязания узор мне будет неудобно тогда узор вязать я сделаю так вот смотрите вот он наш узор и чуть-чуть вот стороне от него так перегибаю и вытаскиваю леску так конечно сейчас все у нас все будет закручиваться не совсем все понятно ну ну что сделаешь дальше будет уже лучше видно вот я леску вытащила это все для удобства вязания теперь правую спицу который я буду вязать я вытаскиваю оставляя вот здесь кольцо но это все вам нужно посмотреть как вязать вот именно этим способом чтобы понять так и теперь я продолжаю вязать не переворачиваем и теперь вязание а вяжу я дальше следующую спицу вот лицевая сторона просто я ее продолжаю вязать лицевыми петельками вот таким образом напоминаю это у нас четвертый ряд мы его вяжем по рисунку то есть вот так дальше и продолжаем вязать лицевыми петельками где у нас накиды мы их провязываем лицевой за переднюю стенку надеюсь понятно все линию реглана лицевой перебрасываем снова накид лицевой за переднюю стенку и пошла вязать дальше лицевыми петлями довязываем до узора узор вяжем по рисунку тоже лицевыми петлями за исключением крестиков где мы вязали вот крестики платочную вязку мы их провязываем в четных рядах изнаночными с одной стороны 3 петли с другой 3 вот это нужно отслеживать чтобы получалась платочная вязка четвертый ряд довязываем пятый ряд вяжем снова по схеме то есть начинаем вязать сначала ряда делаем прибавление на линиях реглана довязываем до узора провязываем узор по схеме и довязываем до конца шестой ряд вяжем по рисунку линии реглана накиды провязываем лицевыми так чтобы дырочка получилась как я вам показывала сейчас и там где у нас крестики платочная вязка провязываем в шестом ряду их изнаночными в пятом они у нас вяжутся лицевыми но думаю тут вы уже справитесь единственно все надо внимательно отслеживать и так вяжем 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 схему довязали девятнадцатый ряд двадцатый точнее ряд повторяем начинаем с первого ряда так я сейчас довяжу до одиннадцатого и покажу вам как вязать бусинку все сейчас встречаемся на одиннадцатом ряду итак я провязала десять рядов по схеме теперь я начала вязать одиннадцатый ряд и провязала его до узора в одиннадцатом ряду нужно будет по центру узора нам добавить бусинку для этого приготовьте тоненький крючок и бусину чтобы крючок мог легко пройти через бусину итак я начинаю вязать узор одиннадцатого ряда смотрим 1 лицевая 1 накид 3 лицевые 1 2 3 так протяжка петлю снимаем провязываем протягиваем так дальше 3 лицевые петли 1 2 3 и вот она четвертая петля эта петля уже непосредственно где мы добавим бусинку так вот она моя бусина и вот он крючок тоненький я ввожу крючок в отверстие в бусине теперь вот следующую петлю крючок которая красненьким у меня отмечена я провязываю крючком так же самое захватываю вот просто нить и продеваю крючок с нитью через бусину аккуратненько чтобы мне не потерять ниточки так ниточки расслаиваются тут нужно быть аккуратными сейчас минутку так вот продела и одеваю вот эту петельку вот сюда на правую спицу всю эту петлю мы снимаем вот мы ввязали бусину и дальше начинаем вязать снова 3 лицевые идут все так же по узору так 1 2 3 2 петли вместе 3 лицевые 1 2 и продолжаем так дальше вязать вот 20 рядов провязали снова с первого ряда начинаете вязать и вяжите до тех пор пока вот по передней части вот эти вот линии реглана у нас идут по бокам пока линия реглана не достигнет 14 сантиметров тогда останавливаетесь вот все то же самое делаете я думаю в принципе тут дальше все понятно вот все встречаемся когда вывяжем линию реглана 14 сантиметров и так друзья я довязала вывязала регланную линию и смотрите что у меня получилось по передней по передней по переду передней части у меня связалась ровно два рапорта узору и у меня вот эта регланная линия по передней части 14 сантиметров получилось все я здесь остановилась так на этом мы наверное первую часть закончим и во второй части мы с вами свяжем довяжем рукавчики соединим переднюю часть и спинку вывяжем то есть тело ну кто как называет тело туловище кофточки и обработаем горловинку вот это мы сделаем во второй части все всем большое спасибо за внимание спасибо что вязали вместе со мной и до встречи во второй части пока